Здравствуйте, ребята! Я рада приветствовать вас на уроке русского языка. Тема урока. Где чей дом? Цели урока. Ты будешь формулировать простые вопросы по содержанию текста и отвечать на них. На основе прочитанного записывать словосочетания с помощью учителя. Ты научишься правильно писать сочетания жи-ши, ча-ща и чу-щу. Ребята, посмотрите на картинку. Кто-то перепутал места обитания животных и птиц. Помогите вернуть животных на место. Ребята, кто должен жить в лесу? Правильно, медведь, лиса, зайцы. Это дикие животные. Они живут в лесу сами по себе. Они сами находят и строят себе жилища, добывают пищу, выхаживают детенышей. Что помогает им выжить в лесу? Обратите внимание на слова, данные ниже. Правильно, цвет, когти, зубы, хвост, уши. Кто должен жить на ферме? Назовите этих животных и птиц. Правильно, корова, лошадь, куры, овцы. Молодцы, ребята. Ребята, есть животные и птицы, которые самостоятельно жить в дикой природе не умеют. Это домашние животные. Домашних животных и птиц разводят люди. Люди кормят и защищают их. Строят для них жилища, заботятся об их потомстве. Домашние животные и птицы не просто живут рядом с человеком, а не приносят человеку пользу. Кому и для чего нужно озеро? Здорово! Уткам, гусям. Молодцы, ребята. А кто должен жить около дома? Правильно, кошка и собака. Молодцы, ребята. Ребята, кошки защищают жилища человека от грызунов. Собаки охраняют дом, помогают пасти стадо, находить потерявшихся людей. Ребята, а кто живет в зоопарке? Правильно, это обезьянка. Молодцы, ребята. А для чего нужны зоопарки? В больших городах есть зоопарки, в которых можно увидеть редких и исчезающих животных. Дикие животные и птицы живут в просторных вольерах. Работники зоопарка их кормят и ухаживают за ними. Давайте прочитаем сказку и узнаем о том, какие животные и птицы стали жить рядом с человеком. Ребята, прочитаем сказку вместе и выполним задание. Домашние животные и птицы. Давно это было. Пришли к человеку животные и птицы. Они сказали ему, «Ты самый сильный и умный. Мы хотим тебе служить». «А что вы умеете делать?» спросил человек. «Мы будем возить дрова и сено», ответили лошадь, осел и верблюд. «Мы будем давать тебе молоко», сказали коза и корова. «Из него можно делать масло, творог и кефир». «Из нашей шерсти и пуха ты свяжешь себе теплую одежду», сказали овца и кролик. «Я буду ловить мышей в твоем доме», промяукала кошка. «Мы будем нести яйца», сказали утка и курица. «А я всех вас охранять буду», сказала собака. «Вы мне нужны. Вы будете жить на ферме», решил человек. «Оставайтесь со мной. Ферма большая и теплая. А кошка и собака будут жить рядом с домом. Я буду ухаживать за вами с тех пор живут эти животные у человека и называются они домашними». Ребята, вы прослушали интересную сказку. Давайте составим по содержанию сказки простые вопросы, которые будут начинаться со слов «кто», «что», «где», «какая», «как». и попробуем на них ответить. Давайте посмотрим, что у вас должно было получиться. Ребята, кто пришел к человеку? Что животные и птицы умели делать? Какая была ферма? Как люди относятся к животным? Ребята, кто пришел к человеку? Правильно, к человеку пришли животные и птицы. Что животные и птицы сказали ему? Правильно, ты самый сильный и умный. Мы хотим тебе служить. Что животные и птицы умели делать? Правильно, лошадь, осел и верблюд умели возить дрова и сено. Коза и корова дают молоко. Овца и кролик дают шерсть и пух. Кошка будет ловить мышей. Утка и курица нести яйца. А собака будет всех охранять. Какая была ферма? Правильно, ферма была большая и теплая. Ребята, а как люди относятся к животным? Молодцы! Да, действительно, люди кормят и защищают их. Строят для них жилища, заботятся об их потомстве. Ребята, давайте выполним следующее задание. К названию среды обитания птиц и животных мы подберем слова-описание. Заполним таблицу и запишем в тетрадь. Среда обитания. Лес, озеро, ферма, дом, зоопарк. Слова-описание. Большая, городской, неглубокая, уютный, лиственный. Поставь видео на паузу и выполни задание. А сейчас давайте проверим то, что у вас получилось. Среда обитания. Лес какой? Лиственный. Озеро какое? Неглубокое. Ферма какая? Большая. Дом какой? Уютный. Зоопарк какой? Городской. Надеюсь, вы все справились с заданием. Каждое животное живет в своей среде обитания. Так устроена природа. А сейчас, ребята, познакомимся с правилом правописания Ча-Ща, Чу-Щу, Жи-Ши. Повторяйте за мной. Ча-Ща пиши с буквой А. Чу-Щу пиши с буквой У. Жи-Ши пиши с буквой И. Ребята, давайте выполним задание номер 4. Прочитайте каждое слово, начиная с самой большой буквы. Поставьте видео на паузу и выполните задание. А теперь проверим, что же у вас получилось. Дача. Пощада. Чучело. Щука. Жираф. Широта. Здорово получилось! А сейчас проверим, насколько вы усвоили правила. Ребята, давайте решим кроссворд, используя рисунки. Внимательно рассмотрите рисунки. Решите кроссворд и запишите ответы в тетрадь. Поставьте видео на паузу и выполните задание. Проверяем вместе. Шина. Машина. Шишка. Мыши. Малыши. Молодцы, ребята! Вы быстро решили кроссворд. Повторим правило? Жи-Ши пиши с буквой И. А сейчас, ребята, выполните задание номер шесть. Прочитайте загадку по слогам в порядке возрастания цифр. Напишите отгадку. Поставьте видео на паузу и выполните задание. А теперь проверим. Они любят морковку и прыгают ловко. Портят в огороде грядки, убегают без оглядки. Кто это, ребята? Конечно, это зайчата. У вас снова получилось. И это здорово! Повторим правило. Ча-Ща пиши с буквой А. Ребята, выполните задание номер семь. Найдите и прочитайте слова в таблице. Запишите слова в тетрадь. Поставьте видео на паузу и выполните задание. Итак, прочитаем слова, которые вы нашли. Чудаки, чучело, чудовище, чулан, чудеса, чудо, жемчуг, щука, мальчуган. Молодцы, ребята! А теперь повторим правило. Чу-щу пиши с буквой У. Сегодня на уроке вы помогли птицам и животным найти их дома. Узнали об их среде обитания, отвечая на вопросы. Познакомились с правилом правописания Жи-Ши, Ча-Ща, Чу-Щу и выполняли интересные задания. Решали кроссворд, отгадывали загадку, искали слова. Давайте еще раз вместе повторим правило. Ребята, оценим свою работу на уроке. Если все было понятно, то на полях тетради поставьте восклицательный знак. Если остались вопросы, то вопросительный знак. Ну а если надо подумать или повторить, поставьте точку. Самостоятельная работа. Раскрась картинку, используя цветные карандаши. Вставь пропущенные гласные после шипящих. Спиши слова в тетрадь. Ребята, сегодня на уроке вы активно поработали. До свидания. До новых встреч.